Когда посадили камеру, зашел кум и говорит, вот он верующего посадил, пусть он вам расскажет о своей вере и посмотрим, насколько вера его крепка. А я сделаю все, я для нее Бог, захочу убью, захочу оставлю живую. Начальник колонии, да? Да, оперчасти. Начальник колонии не ходил. Это как начальник колонии, которому было позволено все. Как инакомыслящих повод нашли. Раньше сажали за то неявство, раньше сажали как бомжа, что ты не прописан нигде. То есть социализм был это учет. Они поддавались учету и там собрали самых таких твердых ревных сослужителей и на этапы привезли силиканцев. Ломать тоже налоги. На деле у них стоял билет в один конец. То есть практически на смерть. Да, но в сатана стоял лазейку. Ну и получилось, что он начал нам рассказать о Христе. Ему говорят, да прекрати какой там Христос, что ты тут плечешь, что ты все голодные по 200 грамм хлеба в день дают, друг на друга зубы тощат. А он говорит, ну не ходите слушать не надо. И молится постоянно. Администрация провоцировала. Они вызывали там, вот меня вызывал там, вот так как я в авторитете. Он говорит, слышь, можно тебя попросить, ты вроде как это немножко тебе с кощуху дам, там чаю подкину, курить там, скажу, что пожать давали нормально, там 200 грамм хлеба, там полкила, ну, льготу такую. А вы там его причморите, там делайте с ничего, можете даже и убить, ничего не будет. Потому что там творился болный беспредел. А я что-то такое, я говорю, слушай, начальник, я, конечно, понимаю тебя, но все дело в том, что я не беспредельщик, я не могу допустить беспредела, поскольку образ жизни мне не позволяет. Если он что-то допустит, то, конечно, тогда к нему примутся меры. А пока он ничего не сделал, как его можно тронуть? Ну, давай, а то мы все хату, при самем будете в изоляторе постоянно сидеть. Ну, мы как бы другие, там, да чё, давай, чё в чай дает, там, чё ты там, давай, мой полы, там, мой полы, там, за всех все. Ну, я как бы с моим лучшим согласия поощрял, ну, мой-то мой-то, расходишься, тюрьмей же там, так, с позиции силы, кто сильнее, это заправка. Ну, и ладно, и получилось так, что постоянно в карте сажают для того, чтобы перевоспитывались. Ну, я не буду рассказывать о всей тягости, о белом лебеде все знают. И вот, получилось такое, дали нам все камеры по 10 суток, а там камеры сидят по двое в ШИЗО. И самое интересное, что так, вот, вот, батарея есть, а камера такая, 2 метра шириной, 3 метра длиной и 6 метров высотой. То есть, такой каменный мешок. Две нары отстегиваются, и окно такое, жалюзи, решетки, то есть, не видно. Ну, да, конечно, зимой, ночью подходит, форточку с той стороны открывает, и ветер, мороз поступает, а что, сидишь, а вот, на дношке вот. И кормили через день по 200 грамм хлеба. С кем тебя посадили? И меня посадили как раз вот с этим Ваней. Я не помню сейчас его фамилию, я помню, что то ли у меня Сковороденко фамилия, то ли я Сковороденко, связан со Сковородой. Ну, это уже было сколько, 30-х лет, не 20-80-х лет. И получилось, что сел со мной, посадили нас в одну камеру. Ну, и чего, раз-то там хлеб дают, раз в сутки, через раз-то. А он мне говорит, а скучно? Я говорю, ну, давай, ладно уже, раз, сидим вместе. В карты ты не играешь, мурчать ты не мурчаешь, в лагере ты не сидел, ты не знаешь в лагере жизни, законах. Я говорю, ну, давай расскажи, что ты там пытался рассказать. Скучно. Он мне начал рассказывать. Сейчас-то я понимаю, что он мне начал рассказывать новый завет, что Господь любит на горную проповедь, на Иисус Кору. И он, я так раз сижу, это было где-то вот часов 12 дня, начал мне рассказывать, как Господь любит, как отдал жизнь свою, как сына. И я такой, и что-то я так задремал, и чувствую, что так тепло у меня так, приятная такая, сытость такая. Бам, в двери там, в горохозе, держите нары, выдернули, что я с нары, бум, упали. Ну, я что-то 12 начал, уже время 10. Ничего себе, это что? Утро, да, уже? Вечер. А, вечер. 12 дня начал? Да, днем начал, и меня сейчас так прибило, я это все слышу. И такой, и мне что-то такое интересное стало, я давай ему задавать вопрос, привет, привет, и он мне все там начал про Библию рассказывать. Я сейчас понимаю, что он сеял, потому что Господь взращивает. А тогда я был, а теисты такой, и так такое говорю, да, конечно. Я говорю, слушай, да почему ты это самое, тебе же приходят постоянно мусора и говорят, а ему дали 8 месяцев за 3 месяца. Я пока ехал, осталось 4 месяца, да, конца срока. Я говорю, слушай, Ванька, ты давай это самое, да подпиши, что ты. Отрекись. А то, а ему говорят, подпиши, что ты отрекаешься от Христа, и вот прям справка об освобождении с дедом. Я с ним вот на камеру как-то отрекся, и все. Ну, тогда комитет четко работал. Он говорит, да ты не понимаешь, для меня честь умереть за Христа. Я говорю, да хорош, за кого там умирать, что ты. Он уже давно не ждал. Он говорит, да нет, ты не понимаешь. Вот я тебе сейчас говорю, Саша, что пройдет время, и ты поймешь, о чем я сейчас говорил. Сейчас тебя, и ты меня не слышишь. Но Господь с нами. Я говорю, да где он, что с нами, что тут. Ну, и вот так вот 10 дней мы просидели, не голодный, не холодный. Что-то я даже взбодрился. Думал, ну, ничего себе в ништяк сидеть-то, так вроде как это. Переяли назад камеру, и начался. Вот через день по бумагам, ну, опять на 10 суток приходит, день по бумагам, ну, мы как-то там такое понятие. Сосидеть в карцере, там собирают 50 грамм хлеба с пайки, чтобы он пришел, поел. Так мало того, что там море с голодом, хуже, там же еще и бьют. Вытащили, вот, знаешь, ситуация такая, вот сидишь в камере, раз, там тележка едет, раздает хлеб. Мимо камеры проехал, ты стучишь, говоришь, если нет, то хлеб будет тебе давать. Дверь открывает, ну, да ты что там матом вторую пайку захотел, и давай шлангами, резинами бить, они же бьют, куда попало. Саша. И вот так вот, он говорит, для меня честь имеется Христа. И все 17 человек умерли. Ни один не подписал. Я еще думаю, что же это такое, почему вот так вот люди, жертвуя собою, непонятно ради чего, веру, нам всю жизнь говорили, что Бога нет, а тут это. И только потом, через 12 лет, когда Господь коснулся на моем сердце, и когда мне говорят, на, почитай, тут написано про тебя Библию. Я открываю, я говорю, да я это знаю. Откуда ты знаешь? Я говорю, был человек, который мне это говорил, я уже это знаю. И я так обрадовался, Господь, когда меня вот именно коснулся, но обо мне это другая ситуация. И вот, то, что вот очень мне запало сердце, мне так стыдно, что я себя вел, что я дал возможность и участвовал в том, чтобы вот этот Ваня погиб. Я пытался тоже как-то повлиять, чтобы он отказался. Ну, он... Что начальник сказал про них? Начальник сказал, призаходит и говорит, вот там трое уже ваших кряхнуло, все. Вот этому Ивану говорю. Да. Так что, что, тоже он вечно хочет, что он, отойди от меня сатана, тут кажется, все сразу, знаешь, как провокатор. Господу Богу, да, одному? Да, одному поклоняйся, все, я вас не признаю, бесово семя, там начинают, там, мы стоим слушаем, сейчас его убьют, просто убьют. Ну, вот, значит, там побьют, раз, кажется, закинули водой, обоюсь холодным всем. Сань, когда на небо придешь, вот этого Ивана встретишь? Я вот, знаешь, что, мне вот стыдно говорить, конечно, я вот сейчас уже уверовал, я уже как бы тюрьмный служитель, и я думаю, что мне иногда, вот, когда снится тюрьма, мне иногда снится Ваня. И он такой, сын, добрый, так он говорит, а я тебе говорю, что из Христа, в честью говорить, вы били не меня, вы били Христа, живущего у меня. Когда на небо придешь? Приду, я упаду, буду целовать ноги, прощения просто. Ты сколько лет сам отсидел? Тридцать восемь. Тридцать восемь, как тот в Вефезде, да? Мужцы. Слава Богу. Слава Богу, да, что Господь нашел меня, оправдал, очистил. Из-за тех верных, которые умирали в Боге, да? Да, я, Федор, не стыдно об этом говорить, что его я, как тот, саугнал христиан, но Господь знает, в мое сердце знал, что со мной я буду, и поэтому уберег меня. Я не стыдно молю, Господи, прости меня за мое бездоконие. А Господь везет, я вам начать пройти. Слава Богу. Аминь. 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 Продолжение следует...